уважаемый малахов здравствуйте я вас очень уважаю 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 скажите как омолодить саму кожу изменить структуру потянуть овал спасибо далее читаю что уходит коллаген там дрябнет живот как иметь упругий живот после 40 то есть в данном случае возраст человека за 40 лет я обычно рассказываю так что такой процесс старения процесс старения это человек прогрессивно в первую очередь теряет воду его организм то есть если у новорожденного было там процентов 80 воды то уже примерно в таком возрасте остается где-то 60 процентов а то и меньше воды естественно все это сказывается на на тканях то они были надуты водой а то они увы сдувается и за счет этого и возникает разного рода провисания ну и потерять теплотворной способности то есть люди в пожилом возрасте в старом возрасте они начинают замерзать вот я расскажу о своем опыте о своей коже вот вы меня видите вот каком этом кожи вот какой там подбородок мне 65 лет вот 20 сентября этого года будет ровно 65 лет осталось уже немножечко что лично я делаю почему я сошлю столько на свой опыт да потому что я знаю что лю у людей разная конституция зависимости от этого люди по-разному теряют воду одни быстрее другие не так быстро естественно это отражается на коже далее значит имеются различные виды еще кожи и поэтому знаете вот так вот говорить в целом в общем как-то не совсем уместно поэтому я сошлю столько на свой опыт что что я делаю первое теоретическая предпосылка для того чтобы любая часть нашего тела сохраняла ну будем говорить более менее нормальный внешний вид она должна заниматься то что не тренируется естественно начинает потихонечку угасать и чем больше мы ее не тренируем тем она естественно быстрее угасает поэтому кожу лица можно и нужно тренировать как тренировать и самое важно понимать что у нас омоложение идет не с внешних покровов внутрь а наоборот из внутренних покровов наружу мы обновляемся вот наружу поэтому вот эти все кремы да это как бы сказать замазали и так далее вроде как хорошо но ненадолго важно кожа соприкасается с мышцами с мимическими мышцами и вот этим вот мимическим мышцам очень важно дать нагрузку для того чтобы они поработали я на передаче малагав плюс свое время видел женщину где-то ей лет 70 было с лишним она пришла к нам и как раз рассказывала о оменить о мимической гимнастике так вот ее лицо кожа лица она была как примерно у 30-летнего человека я не поверил что этой женщины столько лет и она имеет такую кожу она занималась регулярно насколько я понял и насколько я сам делаю иногда делаю я не постоянно делаю значит необходимо за счет различных движений я показываю примерно как я понимаю мимическую гимнастику это мое понимание вот различные упражнение так какая-то мимическая гимнастика там для губ для щерка морщим вообще мышцы лба чем больше различных упражнений мы делаем вроде как кривляем тем лучше у нас работают эти мышцы которые находятся под кожей тем больше к ним проливает крови и в итоге мы начинаем ощущать что кожа потеплела и вот это вот теплоту надо поддержать ну хотя бы минут пять-десять вы потом чувствуете мышцы занимели то есть это говорит о том что вы дали на кожу нормальную нагрузку то искру начала подходить к коже в кожные покровы то есть кожные покровы покраснели это говорит о том что там уже циркулируется кровь и значит идут процессы будет обновление омоложение то есть хотя бы поддержание того что у вас есть это самое важное то есть вот это состояние вот вы делаете минут 5-10 там перед зеркалом или не перед зеркалом когда вас никто не видит но вы добиваетесь того что у вас теплота ощущается здесь и аж мы все поработали аж они как-то занемели вот это те критерии на которые следует обращать внимание и они указывают на то что ваша кожа проработалась но я это выполняю довольно таки редко а вот часто я занимаюсь тяжестями и как правило там различные упражнения там жимы лежа там жимы сидя и так далее этому подобное вызывает прилив к прилив крови к лицу то есть можно бывает целенаправильно так заниматься а можно значит вот как я занимаюсь и вызывать сильнейшие приливы крови к лицу в результате напряжения и вот я считаю что именно вот это вот напряжение позволило вернее регулярное занятие с тяжестями вызывающий прилив крови к лицу позволили моей коже более менее выглядит ну нормально потому что я знаю людей которые намного моложе меня лет на шесть самое близкое на 6 но что касается кожи лица то увы она вся в морщинах выглядит не особо и более молоды и я еще знаете что я считаю что вот использование кремов особенно этим решать женщины вроде крем увлажняющий креме так это они все туда заходят в кожу тем самым как бы сказать знаете забивают вот эти вот сосудики вот эти вот ткани близлежащие в которых значит через которые должно идти изнутри обновления кожи они их забивают и тем самым вот это вот эти крема вот лично это мое мнение ведут к тому что питание кожи ухудшается они вот снаружи хотят как-то замазать пока она тут увлажнилась вот этот верхний слой вроде бы нормально потом естественно высыхает и дальше все это усугубляется и поэтому кожа старится с этими кремами еще быстрее нежели без них я же не использую никакого крема не использую и для меня все это выглядит как-то странным далее что можно делать вот там у меня есть такие передачи по природной косметики это умывание ледяной водой то есть вот этот умывание я понимаю но будет действовать хорошо на кожу увлажняя ее и будем говорить вот за счет этого повышается там турга то есть различные там но будет вот эти увлажнение именно ледяной водой все это делается так сказать быстро более менее регулярно поддерживается но я его неделю я ее не делаю и так что я делаю еще разок я регулярно упразднаю с тяжестями которые вызывают напряжение и прилив крови к голове кожи головы именно вот это является тем фактором что моя кожа более-менее выглядит нормально то есть на ней вот 65 лет мне на не особо нету морщин она более-менее гладкая вот и вот 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 этого для меня вполне достаточно чтобы я вот выглядел вот так как я сейчас перед вами выгляжу нету никаких провисаний дополнительно конечно можно сказать что хорошо использовать обратные позы йоги например там березку не стойку на голове а лучше всего березку выполняю более-менее регулярно и раньше этим часто занимался потом я перестал это все делать ну и естественно далее идет питание вот что на кожу особенно влияет хорошо это прием свежевыжатых соков особенно вот тут-то хорош будет это морковный сок морковный сок смеси с со со свекольным соком яблочно-свекольные соки и для того чтобы как раз коллаген был в порядке коллаген был порядке можно использовать ну не часто холодец там есть где коллаген взять я еще считаю хорошо кушать творожок более-менее регулярно и вот этого всего достаточно для того чтобы лицо выглядело нормально значит я вам показал мимическую гимнастику то есть нету тяжести нет у вас желания с этими тяжестями заниматься да и не надо но важно регулярно делать вот эту мимическую гимнастику 5-10 минут раз в день этого будет вот так вам достаточно главное ощущать теплоту и прилив крови к коже она краснеет желательно никаких забот чтоб у вас в голове не было все все какие-то проблемы решайте по мере поступления но эмоционально внутри себя не крутите все должно разрешаться как любой проблеме подходим с позиции чему она должна нас научить что она должна нам показать мы ее решаем и все а не то что и ой это не хочу а это я не буду ой ой как мне плохо это да 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 то есть эмоциональный настрой еще эмоциональный настрой должен быть такой добрый несколько радостный это все как раз отражается у нас на лице дает необходимую энергетику для омоложения кожи лица вот примерно и все что я делаю для того чтобы моя мордашка выглядела более-менее вот так как сейчас она выглядит благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч